22 глава Весудья Маги описывает уже состояние, связанное с просветлением, то есть это называется еще арийцы в тексте, то есть свободные личности, свободные люди. Слово арийцы тогда еще свою этимологию сохраняло, сознание тех, кто писал, это прежде всего означает свободного человека. Первое это вступивший в поток. Вот если предыдущие восемь знаний, описанные в 21 главе, и знания, что они между собой согласуются, то есть образуют некое единство, если они совпадают, тогда возникает знание, объектом которого является нирвана. Вот с момента осознания нирваны как раз становится человек арийцем, в данном случае вступает в поток. Ну вот описывает он, исходя тоже из этого образа потока, то есть человек хочет перепрыгнуть через реку, встает на одном берегу, прыгает и на другом берегу приземляется. Вот прыжок, это само по себе согласование восьми знаний, то есть когда вот эти восемь знаний выступают как единое. То есть вы понимаете, что эта концепция полностью логична, она верна, согласуется и в этой точке вступает в поток. Возникает в сознании смены рода, смены происхождения, то есть он становится из рабской личности свободной личностью. То есть тут видимо символ такой, что раньше был рабом, теперь стал свободным человеком, поэтому смена рода, смена родословной. И с этим сознанием приземляется на другом берегу в нирване. Это сознание способно только сделать нирвану своим объектом, то есть в сам момент просветления, но она не рассеивает мрак, который скрывает четыре арейские истины, а они рассеиваются знанием согласования, то есть предыдущей всей этой аналитической медитации. Ну или вот еще пример. Человек смотрит на Луну. Луны не видно, потому что она скрыта облаками, то есть тремя табманами существования. Три ветра, то есть три вида знания, они уносят три облака. Тогда человек видит Луну и звезды, то есть нирвана это Луна. Тогда человек видит нирвана. Дальше он все это вписывает в ту систему познания, которая есть в объедами, то есть когнитивного акта, там 10, по-моему, моментов познания. В общем, я пропускаю эту схоластику, тем более я сам плохо понимаю, честно говоря, когнитивную теорию буддизма. Она плохо согласуется с когнитивной теорией Платона и всего, что из него возникло, честно говоря. Ладно, при получении сознания результата, вступивший в поток, называется вторым арийцем. При этом у него какое сознание, по какому пути он идет, какие результаты получает, какие привязанности у него оставлены, какие привязанности будут оставлены далее. То есть, по крайней мере, целью этого человека определенно становится бесстрастия, так как он понял, что в страстях нет смысла. По крайней мере, вот в этом плане он вступил в поток. Он осознает бессмертную нирвану, таким образом это состояние, в которое я проник как в объект. При достижении высших состояний также наблюдаются все вот эти восемь знаний, потому что они базовые. А при достижении архата он уже видит, что у него не осталось клеш. То есть, что он видит, что он стал полностью бесстрастным. Ну, вот уровни какие? Уровень одного возвращения, второй уровень просветления. Уровень невозвращения, то есть, когда он после смерти в этот мир не вернется и достигнет полного освобождения. Почему тут по два арийца различаются? Потому что сознание результата, то есть, когда получает результат отступления в поток, это считается уже второй арийц, то есть, вторая личность. Первая личность, которая вступила в поток, а вторая, которая результат получила. Поэтому парно получается, то есть, допустим, одно возвращение четвертый арийц, не возвращение шестой арийц и так далее. Вот когда он становится арахантом, он сначала достигает пути араханта, седьмой арийц, а потом получает сознание и результат этого всего, то есть, восьмым арийцем становится. На этой последней стадии привязанности у него разрушено тело, является у него последним, отброшен груз привязанности, достигнута цель, и он правильно освобожден с окончательным знанием природы вещей. Ну, дальше он анализирует различные состояния, которые возникают на пути к просветлению. Вот он их перечисляет, тридцать семь состояний, потом он их подробно рассматривает. В принципе, рассматривали с обедами уже, но частично он повторяет, частично конкретизирует уже применительно к состоянию просветлённых. Осознанность – это по отношению к телу, чувству, сознанию и ментальным объектам. Суть этой осознанности заключается в том, что считать, что это всё страдания. То есть, осознанность – это не внимательность, направленная на достижение мирских целей, допустим. Осознанность в том и заключается, что во всех этих объектах не воспринимают красоту, удовольствие, постоянство и себя. Ну, по крайней мере, у просветлённого. Стремление или энергия заключается в четырёх видах, поэтому четыре стремления. Во-первых, оставлять плохое, предотвращать появление плохого, которое не появилось. В-третьих, способствовать появлению хорошего и поддерживать то хорошее, которое появилось. Поэтому четыре компонента. Сила – это то, что предшествует успеху и выделяет четыре дороги к силе, усердии, энергии, чистое сознание и исследование. Способности – то, что побеждает в препятствии. Выделяет пять способностей, которые, ну, они и способствуют просветлению и возникают, усиливаются в процессе просветления. Уверенность, энергия, внимательность, концентрация, понимание. Так как они побеждают противоположное им состояние, они также описываются как пять сил. Выделяет семь факторов просветления. Осознанность вышеописанная. Исследование, энергия, счастье, спокойствие, концентрация. И тупекха – это равное отношение ко всем объектам. Описывает восьмеричный путь, ранее описан, поэтому не вижу смысла повторять. Вот во время возникновения четырех видов знаний пути, все эти состояния в одном сознании находятся. Когда результат получается, то 33 фактора, кроме четырех стремлений. Потому что в сознании результата нет стремления, так как он получает результат в этом сознании. Он дает очень много всяких классификаций этих состояний. Я не вижу, чем классификации помогут на пути к просветлению, поэтому этот момент я опускаю. Он тесно связан с объедаемой, и скорее это как объедаемые относятся. Четыре вида знаний пути выходят из знака, так как имеют объектом беззнаковое, и из возникновения, потому что отрезают возникновение. То есть восемь этапов арийского пути выходят из своих противоположностей. Имеется в виду вот этот восьмеричный арийский путь. Он имеет противоположности, допустим, верные взгляды, неверные взгляды. И противоположности правильно возникают при отрицании неправерных. Вот о чем. То есть верные взгляды выходят из неверных. То есть неверные взгляды идентифицируются как неверные, оставляются и, получается, остаются верные взгляды. Вот так вот они отходят. Ну, видимо, выходит, так же можно описывать, как отделил, да, отделяет верные взгляды от неверных, верное поведение от неверного и так далее. Две силы, о которых в самом начале говорилось, снова о них говорит, то есть сила спокойствия и сила прозрения. Вот уже много глав описывается именно сила прозрения. Но вот в момент перехода на благородный путь они вместе возникают, и ни одна из них не преобладает, приводит стату, подтверждающую это. Оставляются различные состояния, переписывает, какие оставляются. Пять высших оков, жадность к очищенной материи, то есть это к образам идеальным, в идеальном мире, к образам в мире богов, это не к нашей материи. Жадность к нематериальным состояниям, гордость, возбуждение и неведение. Это высшие оковы, потому что они в высших мирах имеются. Очищенная материя походит на реальность компьютерной игры, то есть там формы, которыми легко управлять, допустим, не требуется там есть и так далее. Пять низших оков, ложный взгляд на личность, неуверенность, приверженность к ритуалам, жадность к чувственным удовольствиям, то есть к материальным объектам грязного мира и обиды. Они возникают в низших мирах. Ну то есть в высших мирах он сразу получает то, что хочет бог, или там ангел это можно называть, поэтому у него обиды не возникает. А вот низшие оковы это то, в чем мы живем, то есть крайне ограниченные удовольствия, если их так можно вообще назвать, обиды, ритуалы. Ложный взгляд на личность это постоянные поиски себя и цепляние там за себя, обиды на других и так далее, неуверенность и так далее. Это вот скорее к нашему миру все относится. А высшие оковы они как бы у богов. Десять загрязнений перечисляет, ну вот список, сами грязные и загрязняют то, что с ним связано. Восемь видов неправильного за то, что противоположного восьмеричному пути, как это ранее уже говорилось. Состояние сансары, мирские состояния приобретения, потеря, слава, позор, удовольствие, боль, проклятие, похвала. Но он говорит, что метафорически можно использовать название результатов этих действий вместо самих состояний. Выделяют различные виды скупости, жилища, семьи, приобретения, дама и похвала. Скупость это нежелание делиться этим всем с другими, дама это доктрина. Искажений три. Искажение восприятия сознания и взглядов. Ну это просто восприятие объектов без трех признаков, описанных выше истинных. Четыре цепи. Жадность, злая воля, привязанность к ритуалам, привязанность к взглядам. Но параллельно он продолжает свои лингвистические выкладки, допустим, дает этимологию разных слов, которые связаны с привязанностью. Препятствия пять. Разврат, злая воля, упорство, беспокойство, неуверенность. Ну и пять ин три это известные трияды, то есть жадность, ненависть и заблуждение. Десять злых действий, то есть нарушение кодекса мирянина. Ну то есть тут десять заповедей буддиста есть, которым любой буддист должен следовать. Вот десять злых действий это противоположно. Ну я думаю, что тут обзор этики не входит. По-моему, раньше он в Шиле эту всю этику рассказывал, поэтому я не буду рассказывать подробно, в чем заключаются. Ну и вот он описывает, на какой стадии что пропадает. Вот первое знание, то есть знание, вступившего в поток, уничтожает ложный взгляд о личности, сомнения, привязанность к ритуалам, и выражает настолько сильную жажду чувственных удовольствий или сожаления об их потере, чтобы они вели к нижним мирам, то есть в ад. К нижним мирам введут какие-то преступления, в основном насильственные, хотя и не только. То есть, допустим, он не настолько желает объектов материальных, что готов за них убить, так как у него уже развивается представление о том, что к этим объектам вообще не нужно стремиться, так как они порочны. Второе знание уничтожает все оставшееся толстое желание чувственных удовольствий и сожаления. Тонкое желание чувственных удовольствий и сожаления устраняется третьим знанием, то есть на стадии возвращающегося один раз. А нет, третье знание – это которое не возвращается. То есть в данном случае четыре знания. То есть четвертое знание – это знание Араханта, и там полностью уничтожаются клеши. У вступившего в поток вот эти перечисленные У того, кто один раз возвращается, все сильные чувственные удовольствия, к сожалению, пропадают У того, кто не возвращается, пропадает любое желание чувственных удовольствий На этой стадии он не может вступать в половой акт Начиная с невозвращающегося, они являются импотентами, свободными То есть от любого секса они не могут иметь семью, естественно И, к сожалению, устраняются третьим знанием, все клеши устраняются четвертым знанием Что касается загрязнений Ложные взгляды и неуверенность устраняются первым знанием, ненависть третьим знанием То есть на стадии того, кто не возвращается, он уже не испытывает какой бы то ни было ненависти ни к чему И все остальные загрязнения устраняют четвертым знанием из неправильного, уже вступивший в поток устраняет ложные взгляды, ложную речь неправильные действия, неправильный образ жизни то есть не может, допустим, работать убийцей ну вот, собственно, первое знание это реальный такой буддист который реально в это верит и реально это соблюдает то есть не на словах он становится реальным буддистом естественно, он не может делать вот эти все явные проступки такие сильные третье знание то есть вот на той стадии, когда ненависть устраняется также устраняется злая речь, ложное мышление и грубая речь то есть поскольку он ненависти не испытывает, он не может так же и грубить имеется в виду намерение помечает Будвагоса то есть да, тут я совершенно согласен то есть для интерпретации речи нужно понимать, для чего она то есть какие-то слова могут быть формально низкими но используются для другого, допустим не для того, чтобы оскорбить или там не для того, чтобы выразить ненависть поэтому тут правильно Будвагоса говорить что для речи важно то намерение, с которым она говорится сплетни, неправильные усилия, осознанность, концентрация, освобождение устраняются четвертым знанием то есть видимо недостатки осознанности, концентрации знания, что-то сам в своем переводе плохо понимаю ну в общем окончательно все устраняется неправильно четвертым знанием это уж точно к сожалению устраняется третьим знанием принятие четвертым знанием например принятие славы и похвалы устраняется только четвертым знанием то есть видимо принятие похвалы то есть он как бы позитивно относится к человеку, когда его хвалят только архат, только архату уже все равно хвалят его или нет то есть даже вот на стадии невозвращающегося когда у человека любая агрессия уже ушла все равно ему приятно, когда его хвалят я так это понимаю скупость устраняется первым знанием то есть уже на стадии вступившего в поток он не боится там делиться жильем, приобретением, драмой и похвалой с другими искажение восприятия в основном устраняется первым знанием и третьим знанием окончательно устраняется восприятие красоты в грязном то есть тело это грязное человек на третьем знании, который не возвращается в тело воспринимает как грязь любое тело в связи с этим он свободен от любой мотивации какими-то телесными чувственными, этими всеми удовольствиями и искажение восприятия удовольствия в боли устраняется четвертым знанием араханта что касается цепей, привязанность к ритуалам первое знание к злой воле третье знание все остальное четвертым знанием в общем и целом язва взглядов устраняется первым знанием то есть правильные взгляды с первого уровня уже чувственное удовольствие не хочет испытывать на третьем уровне не возвращающимся и остальные все язвы четвертым знанием то есть четвертый уровень окончательный ну вот перечисляет препятствия тоже то есть вот третий уровень тоже довольно важный на нем вот сексуальное желание и агрессия естественно устраняется как современные эти физиологи исследуют агрессию тесно связанную с конкуренцией именно за полового партнера то есть естественно раз он не конкурирует за полового партнера агрессии у него тоже нет устраняется у него беспокойство тоже вот на этом уровне ну и окончательно все устраняется на четвертом уровне что касается привязанности желания любых объектов материальных естественно но также и мира чистых форм то есть божественных миров и нематериального это все чувственное желание и оно окончательно устраняется только четвертым знанием только у арахата полностью отсутствует остальные привязанности устраняются первым знанием ненависть устраняется третьим знанием и остальные четвертым знанием ну понятно на третьем уровне перестает окрессию ненависть устраняется из нарушений этики буддийской уже вступивший в поток не может совершать убийство воровство сексуальные нарушения ложную речь ложные взгляды третий уровень как уже ранее описывалось в принципе дублируется не может говорить злые грубые слова и вообще по злой воле действовать но все еще может кстати завидовать видимо по хорошему завидуют тем кто на четвертом уровне на четвертом уровне все устраняется после того как что-то устраняется это состояние оставляется ну понятно то есть имеется ввиду что вот это все то когда слова устраняется означает что он перестает это делать думать и так далее имеется дискуссия какие загрязнения оставляются если оставляется прошлое загрязнение то получается что поскольку прошлое уже не существует получается разрушается то что уже доволь чего уже нет если будущее то получается разрушается то вот что еще нет если настоящий тогда получается что он когда оставляет загрязнение тогда же его и переживает. Поэтому выход какой из этой всей софистики? Прекращается возникновение загрязнений, то есть они не соотносятся со временем, прекращаются причины, по которым они возникают. Они описываются как возникающие на какой-то почве. Почва это вот пять скандх на трех уровнях существования, то есть пять разновидностей опыта, к которым привязываются. Загрязнения возникают на основе скандх и на основе прошлых и будущих и настоящих. Поэтому тут говорится, что устраняется именно причина. Когда загрязнение оставляется, то скандхи не являются причиной для загрязнений дальнейших. Так как обычно человек полностью имеет грязное сознание, то есть страстное, то любое его действие всегда производит карму, всегда производит добрый или злой результат. При этом загрязнение в принципе находится во всех скандхах, подобно тому, как дерево питается землей и водой, и все дерево полностью пропитано землей и водой. Если дерево полить ядом, то яд по всему дереву распространяется, то есть просветленный, развивает бесстрастие по отношению ко всем скандам. И не имея никаких привязанностей, он неизбежно от них освобождается. Рассматривает различные виды возникновения загрязнений могут возникать при наблюдении объекта, после наблюдения объекта. Могут возникать, но они могут подавляться, допустим, концентрацией либо знанием, но все равно считаются возникшими, потому что были причины к их возникновению. Если они уже реально происходят, они не могут быть оставлены, не могут быть оставлены прошлые, понятно, что они уже произошли, возникшие благодаря предоставленной возможности и случившиеся. Но могут быть оставлены те, которые имеют причины в виде привязанности. Загрязнения, которые возникают с восприятием объекта, могут быть подавлены знанием, возникшие вследствие неподавления и возникшие вследствие отсутствия отказа. Когда знание возникает, оно уничтожает вот эти причины загрязнения. Говорит о четырех функциях. В момент просветления четыре функции имеет вид знания пути. Полное понимание, оставление, сознание и развитие. Ну, например, лампа имеет четыре функции. Разгоняет тьму, производит свет, расходует масло и жгёт фитиль. Ну, вот он соотносит с лампой, потом приводит пример с солнцем, с лодкой. Ну, суть примеров просто в том, что объект имеет много функций, и вот так и просветление. Описывает 16 аспектов, в которых четыре благородные истины проникают в смысл реальности, но при этом они едины, когда одна осознаётся то и другая. Том описывает четыре функции. Полное понимание имеет три вида. Понимание известного, допустим, непосредственно глаз воспринимается как средство воспринимать изображение. Это известно. Понимание как исследование. Это, допустим, вследствие исследования состояний. Понимаем, что они там непостоянные и так далее. И понимание как оставление, то есть понимание того, какие состояния нужно оставить. Это понимание. Потом оставление. Виды оставления бывают через подавление, допустим, через концентрацию. Подавляются они, например, когда он входит в трансовое состояние, в первой чхане у него подавляются страсти временно. Оставление через замену на противоположное, допустим, когда свет зажигает, тьма оставляется, например, ложные взгляды заменяются на истинные, дает таблицу 18 понятий, из которых одно другое полностью уничтожает. Созерцание нирваны, как отсутствие желания по самой своей сути, оно заменяет желание удовольствия и надежду получить удовольствие. Оставление через отрезание, то есть имеется ввиду, когда достигнута определенная стадия благородного пути, то полностью отрезаются предыдущие загрязнения и никогда не возвращаются. Однако для того, чтобы вот такой уровень был достигнут, нужно постоянно предпринимать два предыдущих оставления, то есть постоянно либо подавлять все негативное, либо заменять его на противоположное. Тогда через длительное время в результате такой практики происходит резкое изменение, после которого отрезаются все загрязнения в том порядке, в котором они выше описаны. Осознание бывает двух видов, относящиеся к сансарии, относящиеся к нирване, мирское и сверхмирское. Например, мирское это вот осознание первой джханы. Ну, говорит осознание, это вот когда кто-то что-то видит, он это и осознает, тут понятно. Различают также два вида развития, то есть развитие в сансаре означает развитие добродетели, концентрации, понимания миров сансары и развитие сверхмирской, то есть развитие сверхмирской добродетели, концентрации и понимания.